всем огромный привет сегодня приготовим опять очень вкусный домашний йогурт мне посоветовали зрители приготовить йогурт с греческого йогурта теос сказали будет очень такой вкусный густой насыщенный поэтому я решила попробовать сегодня будем готовить йогурт именно с него из цельного молока я уже все заранее достала у меня все такой теплой комнатной температуры ничего я не подогреваю уже йогурт делаю не первый раз и он у меня получается хороший густой главное использовать хорошие такие качественные продукты йогурт у меня будет сегодня непростой он будет у меня с карамелью вот такая вот мягкая карамель со сгущенным молоком на дно каждой баночки я буду добавлять такую карамель и баночки у меня хорошо помытые кипятком они после йогурта я выдавливаю на дно каждой баночки карамель по вкусу сколько хотите получается невероятный йогурт мечта всех детишек ну просто настоящая вкуснота так заполняю карамелью все баночки карамельку я уже разлила по всем баночкам у меня тут в одну баночку не хватило и я добавила карамельку уже из новой упаковочки далее перекладываю в чашку йогурт перекладываем йогурт у меня йогурта 140 грамм йогурт я тоже доставала заранее чтобы он у меня был тоже комнатной температуры все делается очень быстро много времени на это не нужно чтобы сделать вкусный такой домашний йогурт главное чтобы у вас были хорошие качественные продукты чтобы лучше йогурт взбился я беру венчик и добавляю цельное молоко добавляю вначале немножко вот так перемешиваю так йогурт лучше раствориться никакого сахара я в свой йогурт не добавляю во первых у меня потому что здесь карамель даже когда я делаю обычный йогурт без всяких добавок я сахара все равно не кладу получается невероятно вкусно кто любит сладкие йогурты пожалуйста добавляйте сахар либо можно использовать заменитель сахара это уже кому как нравится я делаю вот такой натуральный без всякого сахара мне немножко карамели в баночках вот можете видеть у меня прямо на самом донышке эта карамелька ее прекрасно хватает для слабости моего йогурта хорошо размешали йогурт теперь выливаю оставшееся молоко и все хорошо перемешивают теперь все вместе молоко хорошо перемешали и аккуратно теперь разливаю по баночкам у меня чашка с носиком желательно использовать такую чашку и вот так аккуратненько выливаю очень удобно когда чашка с носиком у меня совсем другая карамелька уже какая-то новая попробуем как будет она и последняя баночка так у меня здесь немножко разобью вот так все получается далее накрываю все крышкой здесь у меня отсек уже для чистеньких крышек я выставлю потом дату закрываю все это крышкой и выставляю на 9 часов я свой йогурт ставлю на 9 часов так как я заранее молоко не подогреваю и чем дольше йогурт вот на этот час стоит тем он получается гуще все запускаем ждет до 9 часов и возвращаюсь к вам показываю что у нас в йогурт готов йогуртница издала специальный такой сигнал пропикала теперь я выставляю крышки на дату так все крутится сегодня седьмое делаю так все крышки чтобы мы с вами не забыли когда мы делали йогурт теперь открываю йогуртницу вот так вот все получилось йогурт вышел густой и сейчас я его отправляю вот этот единственный смотрите где у меня была другая карамель получился вот такой жидкий но посмотрим не знаю посмотрим что будет после холодильника он может еще загустеть так здесь вот йогурт густой тут густой вот тут тоже немного такой в холодильник моего здесь тоже такой жидковатый и здесь густой здесь густой видите отправляю в холодильник не меньше чем часа на четыре вообще в холодильнике должен стоять тоже от трех до шести часов и тогда он загустеет еще больше поэтому закрываю крышечками вот так плотненько весь йогурт этот густой первый раз я делаю вот с этим теос этот густой не знаю понравится нет так плотно-плотно вот этот видите и этот жижи я его вот так отдельно поставлю этот тоже три получилось каких-то жидких и вот это с новой карамелью ну не знаю будем смотреть йогурт у меня простоял в йогуртнице даже чуть больше уже чем 6 часов и хочу вам показать сейчас открыть какой получается йогурт это именно йогурт вот этот вот карамельный с карамелькой мой один из самых любимых посмотрите какой он густой чем дольше охлаждается он еще гуще становится ложка стоит невероятно вкусным спасибо кто посоветовал мне делать йогурт вот из этого греческого йогурта теос на самом деле самом деле он получается очень густой вот такой и не кислый по вкусу правильно сказали что он будет не кислый такой густенький вкусный кислоты практически нет я очень люблю вот так вот доставать вместе с карамелькой смотрите какая красота с карамелькой настоящая вкуснятина я думаю даже детишки да и не только детишки думаю все будут в восторге от этого йогурта и заметьте без дополнительного сахара пробуйте готовьте это невероятно вкусно просто очень вкусно спасибо